I have ways of blowing things off. Куно в прошлой серии, чему я несказанно рад. Сваливаем отсюда. Вы свалите, но погодите, ребятушки. Мне нужно сначала, сначала, сначала... Пойдемте в книжный. У нас 19.15. 19.15. Нам обязательно нужно будет сегодня поговорить с чуваком из дома. И также я хочу сегодня поискать дверь, которую нам нужно взломать для профсоюза. Взломать. Открыть. Но я туда, естественно, зайду, если я найду эту дверь. Мне просто интересно, где она. Сказано, за теплицей. Осталось туда только попасть. Теперь. Вот эту штуку мы уже открывали. Так, ну-ка. Человек на этом плакате похож на Гиома Льмиона. Возможно, кстати, вот этот плакат. Болевой порог сложно. Ого. Храним, перед тобой вырастает тяжелая дверь без ручки. Вся увешана десятками. А, это где я в прошлый раз убился, да? Пытаясь ее открыть. А, черт с тобой, давай. Пожалуйста, получись. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Плечо-плечо-плечо. Ладно. я после этого смысле успех ударяешься в дерево и на косяке появляется небольшая трещина потребуется еще одна попытка чтобы выбить дверь в помещении но у тебя уже получилось а сейчас посмотрим после второго удара я получу травму или нет сейчас посмотрим так пока ты молча стоишь погрузившись раздумья лейтенант пристально смотрит на тебя вы ведь не собираетесь пробовать снова вышибить дверь снова молча вышибить дверь с криком добро пожаловать в ревошоль вышибить дверь с криком в жопу систему вышибить дверь с криком не с места ублюдки руки вверх и больно молча дать я не получу урона на этот раз пожалуйста я не умер пожалуйста я не это-то ну 42 процента получилось ох ты ж ёпрс и т да ким где это во все во все глаза смотрит длинант на пыльный спорт инвентарь приключение согласен подсторонний мир скрытый завесой похоже на похоже на тренажерный зал ким я понятиями где мы но у меня болит голова жутко болит думаю мы попали в юношескую школу бокса артемитип ого кстати да полагаю вы правы соглашается хотя сюда похоже уже много лет никто не приходил сомневаюсь что тут все еще есть электричество хорошо что мы прихватили фонарик не забудьте достать его прежде чем пойдем дальше у тебя в груди появляется какое-то жуткое чувство может неспроста сюда давно никто не ходил ну-ка конечно неспроста потому что зал закрыт логично блин аж не поспоришь спасибо ким нет смысла искать какие-то пара на пара натуральные объяснения там где достаточно самого банального ну что идем дальше блин я с ним согласен на сто процентов я честно говоря не хочу лечиться у меня всего лишь три хилочки а мы вроде как скоро спать пойдем я очень надеюсь что меня не убьют за ближайшие два-три часа из груши сыплется песчинки если ее трогать взять ядро ядро да мой квест на да 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 круто это квест на вот этот мячик железный которым не нужен супер надпись на плакате sitius fortis остальное нечитаемо видавшая виды гимнастическая стенка выглядит небезопасно штанга я я не буду подавать она меня убьет сейчас нафиг хочу блин надо было сохраниться че я делаю то ох на положение штанга краска с блинов давно облезла вот такие вот блины до 60 килограмм твои трицепсы загудели от одного ее вида покажи этому миру что-то за зверь подними ее вы издеваетесь 3 процента нет ким осторожно это ловушка блины не закреплены на штанге вы правы на блины могут упасть в таком случае лучше не трогать как не нужно быть ублюдкам чтобы снять зажимы со штанги да это же такое за такое сажать на на самом деле мне плевать ну да вот так вот если бы тренажерный зал еще работал это было бы нарушением техник безопасности но не работает подразумевается что больше никто не ходит я не буду ее на три процента подымать вы чё у меня минус один голова болит это уйти до свидания что я получил какие предметы а ну вот да ядро я получил снаряд я его обязательно пойду вернул деткам так а в смысле здесь что вообще больше ничего нет да ладно не да я понимаю что я получил квестовый предмет но все же а в смысле ничего нет здесь проход есть фигасе проход в коридоре завален старыми оконными рамами и мусором это в общагу прохода темно сообщает лейтенант об очевидном спасибо кап капитан лейтенант фонарик работает намного эффективнее если держать его в руках справедливо это же было совершенно очевидно фонарик нужно держать в руке изумленно кем я все понял нужно мне об этом справедливо до эти на ткивает ага приступим я тебя понял извини извини да 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 инструмент фонарик те а вот он это такая музыка загадочная черт побери огромный бутыль заполнены огромные бутыль заполнить старой жидкостью из темноты на тебя смотрят дикие животные чучело на подставках давайте и впятнуть что-то мне такое это жуткое предчувствие немножечко стой 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 лопасти воздушных винтов покрытые паутины напоминают лезвие чем-то хотел сказать похоже на ируи на мастерской окна 24 обнаженный торс манекена странно желтого цвета почему странно он же манекен они желтого цвета ну где же одежда которая была на нем это мысль которая тебя так тревожит мягкий синий бархат покрытым побитый молю покрытый будет блин ладно сейчас лава 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 это ателье эмма я понял я здесь больше не бегаю если я буду ой блин тут еще один вход если я буду бегать я могу пропустить какую-то важную мысль блин это чертовски интересно офигеть как хорошо что сюда попал то центральный процессор похоже это какая-то машина которая состоит из каркаса проводов и кубического сердца на клавиатуре есть прямоугольная кнопка вкл выкл из принтера торчит клочок бумаги радиокомпьютер произносит лейтенант наблюдая как ты ходишь вокруг машины стоит здесь в полном одиночестве его словах слышится удивление и доля любопытства но он имеет ввиду что эта штука вообще-то денег стоит почему бы почему ее тут бросили но мы ищем холодильник и время поджимает так что с другой стороны не то чтобы меня совсем не интересовали брошенные радиокомпьютеры это радиокомпьютер м civic модель rc 5120 оснащен центральным процессором фельд и принтером совместим с устройствами рэм мы стоит включить может труп каким-то образом перестал разлагаться он оглядывается на тебя через плечо не знаю вы возглавляете экспедицию офицер ты всегда можешь заняться этим после того как разберешься с холодильником включить ладно отойти хорошо хорошо все ищем холодильник ну-ка набор на блокнотом листе накоряба на разработчики самый крутой rpg во вселенной куда эта дверь ведет я еще вернусь сюда я понимаю что я тут далеко еще не все рассмотрел я по крайней мере сюда могу вернуться теперь ух как рад что эту дверь-то открыл сегодня офигеть там медведь с красными глазами вы офигели это а это это не о холодильник медведь точно нам же сказали что это холодильник холодильник виде белого медведь ты где же шутка белого медведя со стороны дверцы в животе дверцы покрыта инием глаза медведи горят красным до медведь выглядеть по невероятно реалистично это чучело должно быть это холодильник про который тебе говорил загляни внутрь в войдет ли в него труп открыть тебе тут же тебя тут же окутывает поток морозного воздуха слышишь низкое гудение этот медведь регулирует температуру перед тобой открытый холодильник лейтенант заглядывает внутрь нащупав рукой кобуру пистолета расслабься ки не забывай что это просто холодильник заглянуть полки пустые внутри ты находишь только мятую упаковку от мороженого марки ревашоль ай-сити на дверцы закреплены написанные от руки записка холодильник просто огромен именно то что нам нужно в этот холодильник и два тела по месяца снять записку изучить упаковку от мороженого давайте вот так вот очень своеобразный выбор однако он вместительные достаточно холодный до глаза тебя не обманывают в этом медведи холодильники действительно могут сместиться два тела это явно не просто слова да может нам стоит принести тело возьму за голову а вы за ноги по ступеньям нести будет непросто но мы справимся ну что ж за дело дело тяжелее чем ты ожидал и воняет сильнее на то чтобы спустить его в подвал уходит полчаса затем еще 10 минут чтобы уложить в холодильник лейтенант отходит на шаг чтобы восхититься проделанной работой опыт дали круто прекрасно так поместить тело жертвы в холодильник прекрасно произносит он вытирая руки носовым платком труп в холодильнике выполняю выполненном виде белом медведя однако из лучших однако из лучших дел в моей полицейской одно из лучших дел в моей полицейской практике ты создал саркофаг из белого медведя правда считаешь проделали хорошую работу узы римы сделали вот так вот он врач накивает разговора саркофаге из белого медведя должны остаться строго между нами блин я думал у нас там будут варианты снять записку все дела ну ну в смысле потом нам еще дадут тата-та-та мне кажется это выдающиеся достижения люди должны знать мы сделали все что могли исходя из имеющихся средств кстати да да я тоже не испытываю гордость по этому поводу мы все-таки нашли холодильник каким это не полицейская практика это искусство мы художники и мы так ведь по моему если это я скажу он просто кукухой двигаться давайте вот так вот все ли вздыхает он ну ладно может и все по крайней мере мы оградили труп от дальнейшего разложения теперь мы можем произвести еще осмотр в контроле в контролируемой обстановке ну как бы да я просто думаю что мы еще сможем восприятие в мерзлой утробе медведя холодильник стоит с утрулившийся труп он ждет ну-ка что блин успех на 14 процентах вы серьезно ты протягиваешь руку и невольно зажмуриваешь глаза становится темно ты чувствуешь холодную слизистую плоть сперва кончиками пальцев потом ладони что это его лицо щеки нос толстые распухшие губы твоя ладонь словно паук ползет по его чертам стоит тишина в ноздри лицо так раздуто что ноздри плотно закрылись тебе придется как следует постараться чтобы пропихнуть пальцы пропихнуть пальцы тебе дается просунуть внутрь только мизинец плоть поддается под ножом когда ты ковыряешься в хрящах что-то выискивая того что ты ищешь здесь нет вылезая обратно паук в рот ротовая полость холодная и влажная распухшая как шар распухший как шар язык еще держится на челюсти безвольный и вялый словно духлый моллюск поиграть с языком почему-то кажется тебе правильным язык свободно движется в ротовой полости изнутри все при покрыта влажной слизью и нежный на ощупь из рыхлой плоти прорастают зубы твердые костяные жемчужины в деснах а задней части рта ты чувствуешь так близок выломан выломай ему челюсти раскрою рот посмотри открыть глаза посмотреть лик черно-багровой смерти раскручены твоими голыми руками раскурочен твоими голыми руками и оскалившиеся все зубы труп свое словно смеется пары смерть пары смерти поднимаются у него из глотки а там в задней части рта над виноградный над виноградины язычка прямо в мягком небе что там ты видишь едва заметное глазу отверстие его радиус не больше 0 не больше четырех миллиметров и она почти исчезла закрытая вздушнымися тканями края отверстия как будто потемнели поясок осаднение вот что мы ищем поясок осаднение поясок осаднение заглядывает в рот труб у ким у него в руке ручка блокнот раскрыт на чистой странице осторожно коснуться пальцем из раны в глотку вытекает струйка черной жидкости просунуть внутри палец в и блин вместо хватит как раз для указательного пальца ткани повреждены и тебе удается расширить тоннель в мертвые плоти так что помещается 2 проталкивая пальцы дальше ты через отверстие во рту добираешься до мозгового ствола мозгового ствола повешено да так называется этот отдел сначала прощупать все вокруг 1950 черт побери я только сейчас заметил что под часами у нас предмет который у нас в руках ладно базальные ядра комкова комковаты на ощупь то что то что здесь прошло разворотила на части его рептильный мозг это человек больше не будет спать и не проснется дальше твои пальцы проскальзывают студенистые остатки его лимбической системы ты не чувствуешь сопротивления слизистые структуры разрушены повреждение уходит глубоко в оба полушария так он управлял своими эмоциями здесь полость ручка лейтенант скрепит по бумаге протиснуться дальше твои пальцы вошли в черную коробку трупа до конца полость идет и дальше но входное отверстие слишком узкое чтобы в него могла пройти вся твоя рука вкрутить руку конечно твои пальцы проникают глубже в его череп кора головного мозга на ощупь как желе холодное желе и странная жижа течет у тебя по запястью а потом ты нащупываешь это кончиком пальца что например острый зазубренный предмет края режут тебе пальцы блин не хватало только сейчас заражение крови подхватить вы чего прямо под черепной коробкой я нащупал предмет вы можете можете его достать ведь она что-то ищет у себя в карманах сначала осмотреть череп давайте сначала смотрим черепной крышки есть крохотная трещина выпуклость прямо на затылке похоже это твой палец направлен прямо на нее изнутри предмет который ты нашел становится остановился у самого черепа в коре астана в коре остановив эту крохотную трещину оставив эту шансы пожалуйста да просто успех я знаете в чем прикол мне сейчас приходится даже когда 84 процента мне приходится пытаться их улучшить потому что тут бывают такие неимоверные срабатывание как сейчас например как я вот эту штуку нашел на 14 процентах это вообще от ас также как я промахиваюсь на 72 процентов ты зажимаешь предмет между оказательными средним пальцем на ощупь он что-то острое и металлическое твое лицо искажает гримасы боли и сосредоточенности тебе остается только держу чудно дивно где-то на фоне радостно возбужден гудит морозильник медленно вытащить пальцы внутренность его головы холодная и гладкая как перчатка ты вытаскиваешь руку стараясь не не упустить зажатый между пальцами приз и от напряжения по под стекает у тебя по лбу с чавкающим с хлипом изо трупа появляется твоя рука до запястья перемазанная кровью между пальцами зажата сокровище крошечный свинцовый цветок его стоп его застрелили погодите настоящая та 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 пуля лейтенант подставляет под нее пакетик с пометкой вещественное доказательство брось туда на где входное отверстие погодите поля падает в пакет остальные кровавый след на пластике лейтенант подносит пакет глазами говорит калибр неизвестен с насечками какой-то хрупкий сплав который разлагается при ударе хочу ли я эту штуку забрать оставьте себя нет нет она ваша по праву потому потом как-нибудь зарегистрируем лейтенант отпускает пакеты опускать пакетную кровальную руку он кажется легким он раскрывает блокнот нам надо дополнительно дополнить список повреждений по режиме номер 4 овальная входная рана с пояском осаднение задняя часть рта мягкая небо то есть а вот все 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 я что-то тупанул в входное отверстие во рту у него то есть есть возможность что он успел застрелиться прежде чем его повесили ха ну-ка высокая скорость образованы образование полости в тканях мозга небольшая выходная рана на затылке он силы подчеркивает повреждений ну что похоже похоже на правду предварительное заключение является причиной смерти согласен ручка делать щелк-щелк и последнее надо исправить описание повреждений номер три стран гуляционные борозды новое мнение не является причиной смерти нанесенный пост-мортем манипуляцию тоже согласен он говорит о том что настоящей причиной смерти была пуля а повешение было только попыткой скрыть этот факт да теперь мы это точно знаем страница борозда раздражена под язычная кость все это было манипуляцией да и ремень вокруг шеи повешения на даже то что это что его затащили во двор все это делается уже с трупом согласен он кивает я сомневался в первой версии с того момента как вы показали мне следы почему они принесли его они привели это поэтому нет другого разумного объяснения ну да да найдите пуль прежде чем мы погодите найдите причем вторник понедельник hidden спрятанная вам нужно найти катушку стаса нет погодите это караоке вторник отправьте на экспертизу получено вторник ключи дыри блин да я с этим так готовы у нас появилась вот здесь вот найдите пулю прежде чем подойдете пойдете по ложному пути я так рад что у меня это получилось блин вот это было реально очень важно не слишком поздно можно определить настоящую причину смерти повешенного и вы только что это сделали да хотя честно я не сомневался что он был повешен удушен там или что-то такое были другие признаки маленькие детали все слишком уж удобно подталкивал нас к очевидной версии к очевидно вероятной причине мы купились на их приманку но больше этого не повторится остается конечно возможность что его и застрелили и повесили нет нет кто мог то зачем это было нужно мне бы помыться может пули даст нам больше ответов да мы должны внимательно рассмотреть ее уверен что она способна вам что-то рассказать маленьких кусочек металла может многое рассказать об оружии из которого стреляли там это такое сделать это нам предстоит выяснить но это это немного упрощает задачу зачем было нужно чтобы что-то скрыть настоящего убийцу настоящий мотив то что на самом деле здесь случилось мне помыться смойте себя запах смерти это перед сном пойду скорее всего помочь нам через час нужно к свидетелю если чем о кивает он это точно я рад что вы об этом заговорили в вашем номере в танцах трепет должна быть ванная обязательно воспользуйтесь и вечером ну что теперь упакуем тело в мешок для трупов положим в багажный в багажное отделение моей кинемы я могу сам отвести его в лабораторию на вскрытие но тогда меня не будет до конца дня тебя не вы чем-то заниматься можете вести следствие или заниматься личными делами постарай постарайтесь только не затевать ничего слишком опасно в таком районе полицейских хорошо бы ходить на полицейского хорошо выходить с напарником это этот выбор я предоставлю вам да еще и кое-что он глядит тебе прямо в глаза отлично сработано детектив да кроме того что мы нашли правильную причину кроме того что блин единственная фишка в том что мы могли найти эту пуль еще при первых осмотрах а так нам понадобилось искать холодильник и понадобилось полтора часа не полтора часа почти что час на то чтобы это исследовать то есть мы только что его сюда притащили и сейчас тащить его обратно в машину но плюсы в том что если ким уедет сейчас у нас до конца дня осталось пара часов если ким уедет сейчас нам это вообще не будет никак мешать круто что мы это сделали под конец дня мертвец да ответь к на один вопрос как тебе в холодильнике очень хорошо брата да просто твой звездный час ты гений настоящий капаланджело довольно хорошо ким давай упакуем его забирай снять записку с дверцы ну-ка ты прячешь записку в карман вместе с магнитиками которая на которой крепилась дверца хорошо что мне дали упаковку мороженого которая лежит внутри почему бы нет никогда не поздно сблищаясь блестящие целлофановые обертки тебе улыбается дружелюбный мультяшный медведь он совершенно не похож на этот холодильник не на разлагающее тело внутри очень рад этому обертка все еще пахнет ванилью и шоколадом этот аромат пробивается даже через смрад откуда я вообще в заброшенном подвале взялся огромный холодильник виде белого медведя хороший вопрос похоже это холодильник для мороженого литья над стоит одной из обертки изучает ее на свету лето пятилетняя фифет выпускает мамину руку из своей руки мелочь звенит у нее в кармашке когда она скачет к витрине с мороженым что-то на другой что на другой стороне площади то есть они пытались продавать мороженое прямо из этого гиперхищника да уж произносит лейтенант какое неудачное маркетинговое решение мало того что он по сей день переносит им убытки лейтенант указывает на красный похоже на змею кабель идущий от холодильника ну он подключен кстати а почему до сих пор подключен они должны быть получают просто катастрофические счета за электричество с другой стороны это действительно помогло нам в нашей ситуации с трупом и впрямь суд медэксперту будет куда удобнее работать с замороженным мясом давай едь ну хорошо ким доставит блестящий черный мешок для трупа и начинает натягивать пластик на голову мертвеца продолжить мне понадобится ваша помощь переноски возьму в занге вы берите за руки упаковать труп мешок перетащить в мотокарету давай кицу раги ядь в отделение пару часиков я без тебя справлюсь я не знаю где ты переночуешь в гостинице не в гостинице а потом мы с тобой встретимся уже так значит мысль завершена настоящие художественное образование кстати у нас еще и мысли доработалась банальщина натянута посредственность жалко дилетантство беспомощно сифилифтичная ода клише конформизма кровь из глаз оскорбить оскорбление человечества военные преступления буквально надо судить за подобные поступки определенно дерьмово отсутствие воображения неосознанное переосмысление кривые руки незрелая и нелепая попытка фиговая бездарность закоренелый говномаз педант вялый отвратительно скучно а просто один презрительный смешок за другим это оценки которые видимо можно давать художнику или его работам принять так хорошо у нас есть новых идей у нас пока что нету но у нас есть очко навыков у нас есть куча обновившихся заданий чего не сказано рад у нас есть взаимодействие с написанной руки записка обязательно посмотрим деформированная пуля обязательно пас хочу ли сейчас то делать у нас есть точку навыков которая пока что трогать не буду потому что мне нужно обдумать что же я хочу наверное это сделаю между сериями пока что и знаете в чем прикол фонарик от конечно все здорово ребят я вам это ядро нашел а попал воздух на планеты оживлен и щепет и крик ласточек это мне пофиг ну чувак ладно я нашел вам новый пуль вот нашел твою будку на круговом перекрестке видел старую статую филиппа третьего ах да король филипп 3 на своем жеребце напоминание о том какими когда-то был ревошоль ну да и конечно он улыбается словно вспомнишь тот приятный 1 отданным на растерзание тирану кокаинисту который опустошил казну чтобы спать на золотой кровати к кокаин похоже это был настоящий царь царь и только представь какой кокаин оставался королев сверхдержавой которую боялись и уважали цели 100 какая наша страна может стать под властью истинного короля того что умеет править что он был насчет кокаина какой должен быть настоящий король рева решительно не боясь обидеть чувства тех подданных кто слаб или умом или телом это мятежник так и не с этого мятежники так не смогли понять мне казалось что правительство прежде всего должно думать о людях а не о себе кстати да наша сильная нация сильно лист лишь насколько настолько силен правитель поэтому безумно безумие было пытаться ох только не надо снова заводить твою пластинку что случилось то случилось его голос слышится усталость все это брюзжание он слышал уже много раз что там было счет кокаина о старик филипп был большим любителем припудрить нос фиолетовым какие многие дворяне но это было но это был настоящий кокаиновый гурман гастон усмехается его помешанность на себе самом практически вошла в легенды даты да ты за себя то отвечать не способны как ты можешь хотя бы предварительно хотя бы предоставить ответственность которая взвалил на себя правитель раздражен спрашивает он вот поэтому филиппские короли использовали кокаин для ясности сознания для по для помощи в работе регнум кокаину лучшие годы ревошоли распирает от гордости за прошлое кажется что он даже ростом стал повыше офигеть чувак националист просто ладно меня удовлетворяет это объяснение они использовали кокаин для ясности сознания как бы он же наоборот работает если я правильно понимаю филипп 3 даже не на свет явил на свет явился при помощи кокаина придворный медик ввел дозу его матери когда у той были схватки и хорошо известно что при помощи кокаина только самого чистого конечно он был способен общаться с высшими мирами до глюки здравствуйте он просто придумывает оправдание дурным привычкам короля не так ли гадкая ответственность не обойтись без подпитки для монарха такое поведение безответственно наркоманы не должны даже управлять тяжелой техникой не то что страной вот так вот я еще поспорю с ним судя по тому же как выглядит сотрудник ргм начинает он смирить тебя с глядом потом высекается впрочем я не хочу начинать дискуссию контроля над наркооборота да наш внешний вид давай сменим тему хорошо я во-первых нашел давай пробудку сначала твою будку до профсоюз дебордеров платит мне чтобы осторожил там по ночам он пускает глаза но политика тут ни при чем так и знай я старый человек и все равно не сплю но ночами по ночам а денег не хватает так что добавляет он со слабым вздохом ты должен был видеть хоть что-то в ночь убийства твоя будка смотрит прямо во двор а его это он вот только в ту ночь я не работал я с прошлого понедельника в отпуске на две недели а с чего ты вдруг в отпуске это лично и отвечает он с достоинством к тому расследованию не относится и теле рене скорее помрет чем признает что ему нужен доктор а тем более боже упаси пойдет по врача настоящий мужик все должен переносить на ногах все со мной хорошо черт я одери не лезь не в свое дело врывается он и хватается за грудь ничего мне нет просто с кофе надо притормозить а кто те в ту ночь подменял никто будка в тот понедельник стал понедельник и стоит пустая рене вдруг кажется тебе очень старыми усталым других охранников нет только я площадь цены деле без охраны до кивает он потом не хотя продолжает на самом деле это не проблема то есть слушайте вмешивается его партнер на площадке с контейнера на самом деле не нужны 100 не нужен сторож дары на там его и не было господин кэр построил эту будку специально для него она в общем-то декоративная то есть равно сидишь там или нет одной вероятности что там кто-то может быть достаточно чтобы отводить злоумышленников пытается спорить он а елки-палки сколько вылезло еврар придумал эту работу для рене он знает что на почетную пенсию королевского карабинера не прожить особенно с птср солдат в орденах которые собирают бутылки это позор для всего нашего района его слова еврар все понимает большие люди так такая зависимость только еще больше ослабляя человека ранее ты всего лишь один человек нам нужна программа вернуть всех стариков кстати это логично он должен собирать и ренту за свои услуги прибыль нанять еще несколько человек в том чтобы собирать бутылки ничего плохого грубо говоря я тоже этим занимаюсь давайте так а я вовсе не хотел сказать что в этом что-то плохое в этом и что-то плохое быстро поправиться если человек это уже этим занимаюсь все занимаются отличная подработка да 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 раздражена отмахи старыми мы можем уже покончить разговором и будки я видел фотографию его лицо становится суровым взгляд холодеет она никто это не твое дело и отказываюсь обсуждать свою личную жизнь сергея спросите эта девушка а эта девушка жанна-мари юли говорит гастон мягким голосом и она уж точно никто не никто все ясно спасибо самообладание что старом солдат такого 17 процентов не содержа на 14 процентах повезло что сегодня за день везения такой елки-палки так когда рене поворачиваться к тебе и своему партнеру обратно медали на его груди бренчат и сверкает на солнце солнце ну да он держит спину прямо и грудь кольцом гордо демонстрируя их миру сколько здесь медали 2 большая форме креста и маленькое виде солнца смотреть крест увенчанная короны голова на фоне двух перекрещенных винтовок медаль крепится на синий полосатый на синий полосат треугольник это круа-де-бравур крест за храбрость крест был высшей боевой награды вооруженных силах сюзерена им награждали за исключительную отвагу на службе короля фристеля первого смотреть солнце небольшая синяя звезда на фоне оранжевого солнца внизу выгравировано слово доблесть круа а заходящее солнце это медаль которая награждались опытные боевые ветераны службе фристеля первого время революции круады бравур да 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 за что ты их получил эти медали за храбрость огрызается он я так и собирался сказать за храбрость не за убийство детей или что-то типа не за изнасилование что-то за храбрость за то что исполнял свой долг жестоких жестких сражениях за то что смотрел смерти в лицо пока слизняки вроде гастона отстиживались в кустах обделавшись со страху он спас какого-то драна королевского отпрыска который по глупости своей приперся на передовую весь в бархате золотым шитьем в другой раз я с удовольствием выслушаю эту историю но сейчас я хочу обсудить не 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 нет давайте я послушаю это было в первые месяцы революции в ревашоле беспорядки распространялись как лесной пожар мародёра захватили большую часть курона и с каждым днем становилось он становились и наглее король фристеля решил что может покончить с мятежниками одним решительным ударом старый карабинер проводит пальцем по медали побольше он отправил своего кузена дрессана до положить конец беспорядкам дрессан увы вояка из юного дрессана был как из дерьма пули и после и поля битвы он заявился в камзоле с пурпурного бархата с перьями как аду срывается раны даже винтовка была с позолотой блеск с 5 километров было видно представляешь себе этого осла он по-настоящему презирает этого дрессана что же произошло но если не вдаваться в долгие кровавые подробности дрессан повел нас на засевших в куроне партизаны когда я говорю повел я имею ввиду что он по построил нас шеренгу по одному и заставил маршировать по вражеской территории около оловянных как оловянных солдатиков а сам горцевал впереди на своем громадном рыжем жеребце мятежники были умны они подпустили нас совсем близко прежде чем дать первый залп само собой это была бойня ублюдки чё ублюдки-то нас оч кровавая баня вот я получил пулю в левое плечо и рухнул на землю ранение было не опасно и но когда я перевернулся то увидел как рядом грязи валяется принц у него не было ни к нижней челюсти а потом его кое записившись от грохота стрельбы запаха пороха наступил мне на ногу и раздробил колено он похлопывает себя по правому бедру раздробил колено любопытно но я бы нет и не это же где что потом я дотянулся до пистолета и выстрелил зверюги в голову а потом все почернело кептейн агнокс блин извините французский не моя бич лошадей когда я очнулся все было кончено продолжает он не обращая внимание на компаньона осталось ли остались лишь мы с безумным дрессаном который валялся в пропитанной кровью грязи и пускал пузыри этого балан этот болван был весь изранен и потерял много крови но отказывался умирать даже лишившись челюсти выходило что он крепче чем кажется я бы сдался с моей законы законы челюстью такого бы никогда со мной бывало и похуже вряд ли не болвана боец так что я взвалил болвана на спину продолжает он с прям видом и потащил полз пока нас не подобрал 59 конный каким-то чудом мы оба выжили и без без зубы урод убедил фриселя дать мне медаль за то что я не оставил умирать в собственной крови мочи и дерьме 50 опытом дороги не валяется свечи он был командиром и а солдатом который выполнял свой долг свою работу за такое не должны раздавать медали он качать голова через тренадцать месяцев я получил солнце за отличную службу но об этом не говорить не стоит ты чувствуешь как тут чувствуешь что он при принижает свои заслуги он сделал куда больше чем просто искон исполнил долг это видно по его гордой осанки потому как вздымается его грудь это не запятнанное саму самоуважение похоже ты скромничаешь старый карабинер стоит молча и в идее и недвижимо не чтобы сказать неподвижно недвижимо как статуя его выражение не меняется наш месье скромностью молчал о том что к тому моменту как кавалерист нашли его и дрессана прополз он больше 8 больше 7 километров за два дня и даже пробираясь через грязь изуродованным по полумертвым принцем на спине он по дороге умудрился убить трех повстанцев это гордость его голосе запрятанное глубоко бога глубоко может быть он сам они не знают но она есть то есть ты самую малость все это но все же гордишься героическое героическим идеям деяниями раны впечатляет такие люди как раны сделали когда для ревашоли и не впечатлен вы сейчас не лучшее время выражать свое мнение но давайте вот так вы уже в уж спросить вы уж простить но вы все не так поняли смехается он я человек мирные и на такой вот кровавые подвиги производят впечатление лишь на людей вроде самого раны точно не на меня а как вам эта история офицер так да то 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 давайте вот так бандю бормочет он кача головы вы с гастоном наверное родственники такая уж трусливая душонка такая же может быть может быть того что я вам скажу могу хочу сказать он показывает на медаль солнце на груди раны такие не раздают просто так за выслугу лет тут нужно получить тут нужно получить пулю с энтузиазмом кидает он и не одну и свои руки тоже надо изрядно испачкать кровью не болтай о том о чем ничего не смыслишь трус свирепота поэтому ногой толк это то чего никогда не поймешь почему презираешь адреса адреса на нет ладно все спасибо а взгляд устремляется в сторону залива в те дни было много таких историй таких людей тоже настоящих ревошольцев людей со стержнем да рыноя само собой скромно скромно кивает весельчак мужчины были сильнее женщины красивее и все вокруг были саша господи господи верните благословенные деньки я не желаю снова начинать этот спор бормочет он сквозь стиснутые зубы поворачив к тебе ты хотел что-то узнать но я вот так раны рассказал тебе свою военную историю теперь ты удивила своим героизмом я вернул буль на три процента я не соглашусь старый ветеран молча смотрит на снаряд для толкания ядра подняв на тебя глаза он говорит пытаясь сдерживаться что это ты посмеяться над нами решил это не для петен не для питанка ну 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 не заводись раны я уверен что офицер старался ведь в партинезе не найти магазина с бульями вот именно и правда старался других более у меня для вас нет берите что дает мне очень жаль это лучшее что смог я правда старался попытку оценивают по результату а результат как результата как раз и нет ладно берет он буль ты пытался исправить то что он творил то уже лучше чем ничего я поднял себе пять процентов ладно нажму ну понятно неудача хорошо вы нет среди ваших достижений ничего можно было бы услышать и стоит придется положиться на старую добрую ложь я не хочу ложь блин налагать него стиля лучше продолжу спрашивать все до свидания так отлично то есть мы вернули буль завершено снимите с дерева завершено пока не слишком поздно так 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 нет они погодите то у нас были второстепенные хорошо так ребятушки давайте обратно в магаз и у нас там кучу всего не исследованного я сегодня хотел найти двери всяк такой но блин вы видите как все получилось получилось кстати гораздо лучше чем я планировал это я просто к тому что строить планы в этой игре глупо как минимум так нам через 20 минут нужно пойти к свидетелю поэтому сейчас постараемся быстренько здесь все управить а еще лучше знаете чё ребят давайте мы наверное о подумаем пахнет кожей потом логично сделаем вот так вот и вернем сюда в следующей серии пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек и всем покеда а а а